МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сборная России по футболу провела феерический чемпионат мира, без всяких сомнений, и самое главное, совершенно изменила вообще вектор, изменила угол, я не знаю, градус отношения российской публики к футболу. Сегодня у нас в студии человек, который имеет к этому самое-самое прямое отношение. Главный врач сборной России по футболу, Эдуард Безуглов. У нас в студии. Эдуард, здравствуйте. Я очень рад вас видеть и очень рад, что вы к нам сегодня пришли. Добрый день. Раньше, после того, как сборная выиграла, я даже в какой-то момент времени думал, ну не сейчас, но чуть попозже, но сейчас все придут в себя, но вот как-то отойдут от этого всего гиперпереживаний, гипернагрузок, не только моральных, не только физических, но и моральных, и вот оно, собственно, теперь все случилось. Уже отошло? Уже немножко все успокоились? Ну, я могу только про себя говорить, наверное, да. Конечно. Все уже отошло, действительно. Главный тренер поставил задачи, поставил их на следующий день после игры с Хорватии, что все только начинается, идем дальше. Следующая задача поставлена выиграть чем-то Европу в футболу. Такая же задача была поставлена... И мы вам верим. Ну, да, теперь этому точно уже все верят. Такая же задача была поставлена в первый день работы Станислава Становича сборной передачи от мира по футболу. Может быть, не все верили, но, как время показало, все было возможно. Все получилось, да. Поэтому уже отошло, хотя, конечно, первые дни после поражения я ни финал не смотрел, хотя были билеты. Ну, по телевизору смотрел, понятно, ни полуфинал не смотрел, хотя тоже билеты были. Уехали с супругой в Хорватию. Прямо-таки, вслед за Хорватой. Ну, уже, да, отошло, хотя, конечно, чувство разочарования было огромным, особенно, когда Денис Черешев забил гол, ну, показалось, что вот она, играем отлично, гол первый. Ну, казалось бы, вот-вот-вот-вот, но ничего страшного, все еще будет. Я не могу с этого не начать, хотя мне очень хочется поговорить не только о сборной, но и о вас, потому что, еще раз повторюсь, я вам сказал, перед эфиром у вас очень интересная биография, драматичная, насыщенная и успешная, но все-таки хотел бы начать со сборной. Мне посчастливилось в том числе комментировать матч России-Хорватия, и я, честно, вот особенно с трибуны, находясь на комментаторской позиции, вот эта вот сочинская влажность, тяжелая погода, мы просто когда встали с коллегой Женей Савиным, уже непосредственно встали с комментаторских позиций, мы были мокрые, насквозь, просто хотя мы не бегали, а просто сидели на месте. Сборная показала какой-то доселе для нас совершенно невиданный уровень физической готовности, потому что почти не сводила ноги. Сборная показала этот уровень движения, там, все 120 минут, и не только в игре против Хорватиновича, была игра против Испании, тоже такая же тяжелая, эмоционально тоже. Это всегда хочется найти какой-то секрет. Он есть, этот секрет, или это просто некая, там, полномерная цепь событий? Ну, опять же, что понимать по словам секрет? Что-то новое. Куба конфедерации, который был год назад, дал для теннисского штаба, медштаба, огромное поле размышлений, для анализа. Все ошибки были учтены, ну, не то чтобы ошибки, да, какие-то нюансы были учтены. Я скажу вам больше. На следующий день после игры с Хорватией, мы когда приехали в Новгородск уже, никто никого не распускался, команда переночевала. Утром были анализы, которые в стандартах, потому что нам надо было понимать, как команда реагирует. Я скажу, что эти анализы были лучшими за все время чемпионата. То есть по восстановлению команда была... Я хочу сказать, что в игре с Англией, если мы были вышли в полуфинал, то мы бы выиграли физически еще лучше. И действительно, от матча к матчу, с учетом игры с Урагуаем, команда по всем параметрам двигалась вперед, и донецкий штаб видел это. И понимали это уже ребята, и появилась уже уверенность в себе, уверенность в том, что можно пройти на поле все 120 минут. Поэтому здесь секретом бы назвать не стал. И опять же, знаете, мы же хочем... Все люди ищут какой-то простой ответ на какие-то сложные вопросы. Поверьте, что на Кубке конфедерации тоже люди работали, люди выкладывались. Сейчас все сошлось. Химия, командная, уверенность некоторых ребят в себе, огромная работа с тренером, не только с точки зрения какой-то методологии, но и психологическая работа, огромная работа. Нас потрясающе кормили. К нам потрясающе относились. Ребята видели эту поддержку. Когда мы ехали в Сочи из отеля, когда толпы людей стояли вдоль дороги, поверьте, это мотивирует фантастически. После поражения уже, да? Нет, туда ехали, назад ехали, люди аплодировали и так далее. Когда мы поехали на Воробьево горы, я думаю, этот заряд, который ребята получили, он прям будет сохраняться ни месяца, ни один год даже. Скажу, знаете, такой, ну не знаю, секрет это не секрет, я думаю, здесь ничего такого нет. Перед каждой игрой, в день игры, команда разминается. Там 15-20 минут буквально. Вы имеете в виду на стадионе? Нет, нет, там, где мы живем, в отеле, на базе и так далее. Это часов в 11-12 дня обычно происходит. И в тот день, в день игры с Испанией, Станислав Соланович не стал провести разминку, просто пойдем погуляем. И достал конверт такой большой, запечатанный. Он сам не знал, что находится, в Верхвест мешки писем приходят в пользу, ну для сборной команды России. И там были такие картинки формата А4, я вам потом выложу эти фотографии, можете выложить себя на сайте. Интересно, да. И там дети, по-моему, детского дома в Тульской области представили фотографии, где было написано, что рисунки там Артем лучший, сборная чемпион, вы победите, мы вас верим и так далее. И Теннис сказал, что, знаете, вот, ребят, давайте мы сыграем за этих детей, которые в нас всегда верили. То есть это было до Чады Мира еще, когда там, где-то грязью поливали. Вот давайте за этих детей сыграем, которые в нас верили всегда. И сегодня с открытым сердцем это все сделаем. Понимаете, команда замолчала, я на ребят смотрел, многие холоза таки стали мокрыми. Вот, потом чуть-чуть погуляли. Я думал, что это один из тех ходов, который в копилочку общего успеха внес немаловажный вклад. Даже при всем при этом, признавая каждое слово из того, что вы сказали, все равно удивление от того, насколько сборная, ведь, кстати, многие об этом не помнят. Я вот хотел бы сейчас об этом вспомнить и сказать о том, что вот говорят, у нас была серия поражений перед чемпионатом мира. Но с кем мы играли? У нас ведь не было почти ни одного проходного соперника практически все матчи. Ну, может быть, за исключением игры с Австрией, хотя она тоже была на выезде. Мы играли с топ-командами, по сути. Там и Испания, там и Франция, там и Бразилия. И в этой ситуации, тогда, когда наша сборная играла вот эти матчи против топ-соперников, казалось, что был выбран неверный вектор, потому что у команды как раз падает от матча к матчу уверенность. Мы проигрываем, проигрываем и проигрываем. Причем проигрываем командам, которые априори выше нас классом. Но помимо психологической готовности, опять же, уже с первой игры Саудовской Аравии, было видно, что помимо тактики, что команда находится в каком-то удивительном совершенно состоянии. Она не ходит по полю, она сражается на каждом участке. Это ведь не только психика, это ведь в первую очередь еще и медицина. Даже Сергей Игнашевич, да, наш выдающийся, великий, дай бог ему здоровья и спасибо ему большое, человек, который не выпал из этого ряда. Это будет мой следующий вопрос, как его так функционально удалось подготовить. Ну, я скажу больше, Сергей Игнашевич за 52 дня сбора, который мы провели, ни одного дня не пропустил, ни разу не поразил себе какое-то там смягчение режима тренировочного. Ну, фантастически. И нигде вообще жалоб у него вообще не было. То есть там ни мышечных проблем, ни ушибы, ничего не было. То есть прямо в аппаратическом подраздновании. Только восстановлено дольше. Знаете, по анализам нет. По анализам нет. Один из лучших по восстановлению был в команде именно Сергей Игнашевич. Ну, прям, все для профессионала большой буквы, его отношение к себе. Это прям, знаете, прям, чтобы он прям свой режим дня рассказывал, и прям в учебнике по футболу просто дети тиражировали, юные футболисты тиражировали. Знаете, я всегда говорю, что врачи могут не помешать тренинскому штабу в их свершениях. Могут помочь, когда надо быстро вылечить и что-то так далее. Но у нас уже такой симбиоз, на мой взгляд. То есть тренер нам доверяет. У нас здесь большое поле деятельности самостоятельной. Понятно, что он нас контролирует. Он прислушивается к нашим рекомендациям. Но мы всегда действуем в том формате, который задает, конечно, тренинский штаб. Мы с ним, ну, я могу сейчас смело сказать, что с полуслова понимаем и клану тренера, и тренера по профессиональной подготовке. Все же это больше и, конечно, заслуга, что команда была так подготовлена. Другой вопрос, что за счет средств восстановления для контроля анализов и так далее, мы дали тренерам инструмент для того, чтобы более точно подвести каждого из ребят в пику формы, которой все же заслуга является тренером. Это хорошо. Это то, что касается, ведь там, помимо прочего, помимо того, что была медицинская подготовка, была чисто функциональная подготовка. И там целый тренерский штаб поработал. Здесь ясно, что команду подвели во всех смыслах. Но совершенно очевидно, что вы должны были с этим столкнуться перед чемпионатом с разной функциональной готовностью игроков. И она была, очевидно, разная не только психологическая, но и физическая. И помните, сколько было разговоров о том, что, например, в команду не попал тот же Денис Глушаков, который долгое время в команде находился. Как выяснилось, Черчесов оказался прав. То есть тут вопросов быть не может. Но как эту функциональную готовность выравнивать? Расскажите, как это происходит? Уже не первый турнир. Это было перед Евро, это было перед чемпионатами в Бразилии, и сейчас, и перед Курмой Федерации. Работа с дуалистами ведется не только на самом турнире. То есть мы общаемся до, с врачами клубными общаемся до. И они по сплотовке ездят на матчи, смотрят, анализируют. То есть поэтому мы какие-то рекомендации давали уже ребятам до того, как турнир начался. То есть мы знаем, какие-то их слабые места, возможно, слабые места. И врачи клубные часто, часто сами ребята, часто с нашей помощью, эти места уже пытались корректировать. И когда они приехали, плюс-минус, плюс-минус, все были в более-менее, по основным параметрам, нас интересует, в хорошем состоянии. Конечно, были нюансы, может быть, которые так быстро не откорректируешь, но мы уже знали, какие-то слабые места есть, и прям максимально быстро начали их корректировать. И причем вот здесь, опять же, плюс, надо отметить работу ТНСКО-штаба, индивидуализация тренировочных процессов была максимальной. Иногда ребята сами не понимали, что делается, когда ты 5 серий делаешь, ты 3 серий делаешь, там сейчас можно отойти. То есть ребят сами не понимали, но это была действительно индивидуализация, которая позволила обойтись без травм. У нас, к счастью, была только одна мышечная травма, это считается очень мало. И то мы это... ТНСКО-штаба, как он подходил к тренировочному процессу. Ясно. А теперь, что хочется спросить в связи с этим. Что касается... Ну, с Загоевым вообще уникальная история, то есть она сама по себе уникальная, потому что человек восстановился за такое короткое время. И, кстати, ну ладно, давайте с него начнем. История с Загоевым уникальна тем, что когда он получил травму, первая реакция была, все, Алан не сыграет до конца чемпионата. Потом появились такие достаточно осторожные прогнозы, что может быть он сыграет там в каком-нибудь полуфинале, да. А потом выяснилось, что он оказался готов уже к четвертьфиналу, причем еще и вышел и отдал голевую передачу. Это... Мне просто интересно, это изнутри человека идет, помимо ваших, так сказать, медицинских ухищрений? Опять же, как только матч закончился, тренер спросил, предположительно, срок лечения. Мы по механизму травмы понимали, что спринт, рывок, задний праздник с бедра, скорее всего, дуглава мышца бедра. В Европе, по данным литературы, это лечится 14-18 дней. Почему-то в России считается, что это лечится там от 30 дней, с чего-то люди берут, я не знаю, откуда эти данные берут. В Европе это 14-18 дней. Мы сказали, что мы постараемся, если на МРТ не будет никаких там криминала большого не будет, за 10-14 дней вернуть в общую группу. Теннис сказал, все окей, значит, в любом случае из группы выйдем, к 1-8 финалу будем его готовить. Все хорошо. Он, кстати, был готов играть уже в матче 1-8 финала с Испанией, просто они вышли по тактическим соображениям. Скажу, больше, если бы нужно было играть с Юругваем, кровь бизнеса, он бы с Юругваем сыграл бы какое-то время, но опять же, тренер порешил бы. И поэтому Алан сказал сам первым, мог сказать, что ну, ребят, у меня такие травмы словно были, похоже, это лечится месяц, я уеду. Нет, он стал делать и все возможно, для того, чтобы я остался в коллективе. Мы ему нашли тренера, великолепного тренера по реабилитации, который с ним занимался. Да, по ходу? Да. Прямо мы знаем человека, который этим великолепно занимается, ноги наших футболистов восстанавливает. Он с ним двусуточно занимался, Алан все процедуры получал. Когда мы уезжали, я начал на базе. Видимо, очень хотел сыграть. Конечно. Когда мы уезжали, я получал, оставался на базе, тренировался. И он все время был полноценной частью коллектива. Не было такого, знаете, что он там вроде как восстанавливается, как-то он отдельно. Нет, он всегда был все время с нами. Я вам скажу больше, Алан, мне кажется, вот то, что это же так получилось, это же так получилось, что он вышел в финале и отдал такой пас. Это, мне кажется, даже вот такая, знаете, консистенция того футбола, то есть драматизма, что человек вышел, отдал решающий пас. Я думаю, что здесь 15 минут, который он отыграл, стоит того, чтобы 20 дней лечиться, постанавливаться, ну, до игры, мета, с Хорватии. Хотя я скажу, что 15-го числа он получил, 26-го числа у нас тренировки в общей группе, ну, не в общей группе, в 27-м мы с Хорватии играли, 27-го числа он провел тренировки в общей группе. Поэтому здесь надо сказать спасибо тренеру, который его оставил, готовься к нам восьмого финала, и Алану, который нам поверил, и наши методы лечения сработали, никаких рецидивов у него не было. Сейчас, я надеюсь, череда трам у него прервется. Знаете, сейчас я вам, уважаемые друзья, расскажу одну, ну, скажем так, историю. Вот перед тем, как продолжу разговор с Эдуардом, дело все в том, что у Эдуарда Безугла совершенно фантастическая биография. Эта биография, в первую очередь, это не просто биография успеха, да, потому что, безусловно, дойти до просто самой должности, там, как угодно, главврача сборной России по футболу. Эдуард закончил первый медицинский, да, с красным дипломом. И, помимо этого, очень такая непростая биография из детства, и, да, и вы попали под еще, да, я правильно, да, под чеченскую, всю вот эту чеченскую войну первую, потом вам пришлось уезжать, уезжать сначала в Ставропольский край, потом уже в Москву. И у меня первый вопрос, наверное, про выбор профессии, потому что выбор профессии врача – это одна из самых благородных и тяжелых профессий в мире. Выбрать ее бы не только большая ответственность, но и большая смелость нужна. А как? Ну, у меня выбора не было с самого детства. Ну, ладно. Я понимаю, да. Брат моей мамы, дядя Хайербек, фантастический хирург, я могу сейчас уже с 100 лет точно об этом говорить, фантастический хирург, который в аудитории был в Москве, фантастически оперировал, когда работал в Чеченской республике, и его пример был себя перед глазами, и вся семья почему-то была уверена, что я должен быть только врачом, только хирургом. Их вариантов не было, я самых малых лет… Ну, когда маленький ребенок не понимал, но, знаете, я на всех утренниках был не зайчиком, не мушкетером, а был доктором айболит. И когда я поступал, то есть вариантов кроме мединститута, закончить школу за эту медаль, мне надо было один экзамен сдать на пятерку, чтобы поступить, и только мединститут. Ну, получилось с одной экзаменом поступить, поэтому вариантов не было никаких, и я могу сказать, что я никогда не жалел, мне всегда легко давалось учеба в школе, в институте, поэтому это огромная школа. Я никогда не жалел и не жалею, потому что таким делом заниматься, не любя, точно невозможно. Разумеется, но ведь, знаете, это такая профессия, которая связана, ну давайте так, честно, она связана с кровью, она связана с травмами, она связана с болью, она связана со страданиями и так далее. Это все нужно уметь не просто видеть, но при этом еще и правильно как-то реагировать. Это заложено в вас от природы, что ли? Ну я думаю, что тяга, наверное, к биологии, к химии, к медицине, это все же врожденные параметры, а вот то, что вы сказали, что нужно с клиническим мышлением, это закладывается в институтах, и первый мед, чем хорош, что за счет уровня преподавания, там клиническое мышление развивается фантастически. Нам всегда говорили так, что вы можете, не надо зубрить, надо знать все, вы все знать и вы ни в свое не сможете, надо уметь мыслить в нужном направлении. Если вы имеете мысленное направление, то все у вас получится. Когда я первый мед, я привелся из Старополя на третьем курсе, по-моему, читал, то первую лекцию у нас читал, это был академик Соловьев, который впервые в мире пересадил в свое время клапаны сердца свиные человеку. То есть это какая-то фантастика, в которой ты сидишь, это человек, который эти учебники пишет, все же читал, а потом перед тобой эти лекции читают. И все там до такого ужирования, там до сих пор такого ужирования все. Поэтому мой сын, который сейчас будет поступать в университет, тоже выбрал. То есть у врача будут поставить тот же первый мед. То есть в это надо нырнуть с головой? Ну это огромный мир, и понимаете, это прям работа фантастическая. Я всегда говорю, что, знаете, я когда учился в университете, ну в первом меде, да, некоторые ребята заканчивали институт, бросали работу, ушли работать медпредставителями. В фармкомпании получали 40 тысяч рублей, им давали машину, Рену Логан какую-нибудь, они считались царями. А тех ребят, кто остался в клинической радионатуре, на степени 700 рублей, потому что проездной на метро стоило 800. Ну это типа неудачники и так далее. Нет. Надо перетерпеть, я работал на скорой помощи, дежурил. Володя хотел вас спросить. Понятно, бесплатно дежурил, работал, подрабатывал в фитнесе, то есть дома появлялся раз в 5 дней. Где ночевали? Ну на дежурствах, на скорой помощи, то есть 5 дежурств в месяц платные, 5 бесплатных, и 7 раз заработал на скорой помощи. А это просто для того, чтобы поглощать эти знания, опыт и так далее, это был ваш личный выбор, да, просто фактически? Просто потому что круто нравится. Ну на скорой помощи я работал, потому что надо было все же кормить семью, тяжело работать. А вы уже были женаты? Да, я женился на втором курсе института. Надо было работать, район был печатники, Марина, текстильщики. Ой-ой-ой. Да, да, район специфический был. Очень, весьма, да. Да, дежурил, я же сеструю больницу. Травм много. Травм много, битые, стреляные, да, избитые, там, кого-то, кого только не было. Знали бы они тогда, кто их лечил бы. На ночь даже на станцию, на подстанцию не возвращались, потому что прямо нон-стоп, нон-стоп это все было. Но это было интересно, это огромная школа жизни, огромная школа общения с людьми. И я тогда понял, что в медицине нет специальности, которые, знаете, более престижные, менее престижные. Это везде каторжный труд, это везде тяжелый труд. И как бы нарядно врач не выглядел, как бы он был отдохнувшим, уверенным в себе, поверьте, за этой уверенностью, улыбкой, наглаженным халатом лежит бессонные ночи. Даже нет сомнений. Да, нервы и, может быть, какие-то сомнения, компания в себе. А были случаи, когда доводилось видеть, или вот вы приезжали, а человеку не удавалось спасти? Скажу больше. Первый вызов на скорую помощь, который у меня был самостоятельным. Я прям один поехал, сначала с врачом, потом один. Был случай раневого ранения. Когда я приехал, человек просто был уже мертвый минут 15-20. И здесь там полпородственника вокруг, которые требовали, чтобы я его спас. Там какой-то укол в сердце ему сделал. Там были люди кавказской национальности, мои земляки. Там был дикий крик шумгам. Я там один. Конечно, для меня это был большой стресс. Ну, потихонечку адаптировался. Знаете, у меня была такая история. На скорой помощи я тоже работал уже один. Приехал и уже мертвый человек, 45-летний. Рядом бабушка была, мама, но же бабушка. И она говорит, что у них какая-то врожденная аномалия была. Когда мой муж, сын, старший сын, старший внук. Мы были одно и того же, одинаково умерли. Она, конечно, спокойно об этом говорила, что некоторые бомбали врожденные. Ну, такая патология изначально. Я, конечно, смотрел, вот я понял, что молодой человек лежит у мамы, которая смирилась с тем, что мужчина в роду прят от этого. Это, конечно, страшная вещь, конечно. И я хочу сказать, что врач скорой помощи, квалифицированный врач, это реально бог, который спускается и может в руках, в своих руках держать жизнь человека в буквальном смысле. Я говорю про хорошего врача. Конечно. Ну, понятно, что плохие врачи бывают хорошие врачи, плохие тренеры – хорошие тренеры. Это все ясно. Вот еще одна вещь, которую я не могу вас не спросить, она мне всегда была интересна. А это не огрубляет душу, там, не знаю, восприятие? Ну, потому что на вас смотришь – нет, хочется ответить. Нет, вы жизнерадостнейший человек, который улыбается, рассказывает обо всем. Ну, все же, знаете, мы все же не работаем с людьми со смертью каждый день. Мы не работаем. То есть это не профессия продавца парфюмерного магазина, да? Да. Который нюхает духи, и у него все хорошо. Да, но он тоже принюхивается, тоже теряет ощущение, да, яркости, запахов. Все, на этом сравнении закончилось. Ну, здесь я хочу сказать, ну, действительно, ко многим ощущения относишься спокойнее, можно сказать, для пациента, мне кажется, циничнее как-то, да, хладнокровнее. Но для меня, например, по ощущению, там, отделения, мы в свое время акции «Локомотив» провели, когда кубок АЖД Понтина были, «Милан» провели и так далее. Андрей Шевченко, мы ездили с ним, с ним и с ребятами из «Локомотива», ездили в Лэмпорт был, ездили в РДКБ, в больницу. И когда мы туда зашли, ну, Андрей рыдал на взрыд. Лэмпорт рыдал на взрыд. Ну, там нельзя не рыдать. И я врач, рыдал на взрыд. То есть это как, я не представляю, как люди, которые работают постоянно с такими тяжелыми детьми, с такой смертностью большой, к сожалению, могут, ну, я им преклоняюсь, я бы не смог. Я бы точно не смог. Я бы не смог работать в реанимации. Потому что, когда ты видишь, ну, а на них смотришь, на врачей-то, ты понимаешь, что они спокойные. Они более хладнокровные. Ну, не то чтобы огрубляет, я думаю, да, но все же делать я хладнокровнее, к сожалению, когда ты видишь каждый день. Это, наверное, закон природы, его перебороть невозможно. Как вы относитесь к врачебным анекдотам? От них никуда не деться. Они есть в каждой компании, куда бы ни пошел. Сразу, через 20-15 минут, кто-то покажет свою коленку, кто-то расскажет о больной спине. И два-три анекдота всегда будет. О, доктор пришел. Да, да, да. Скажите, у меня как раз тот болит. Вот, вот, вот. Что делать-то с этим, да? А я подозреваю, но ведь это должно уже, хочется сказать, ребят, вот здесь уже все. Ну, дайте посидеть спокойно. Что же такое? Ну, в кругу узких близких друзей все все понимают. Ну, да. Ну, знаете, иногда в некоторые места даже, ну, сознательно отказываюсь идти, потому что понимаю, что закончится одинаково. Врачебная консультация. Причем не одной, а тремя-четырьмя. Каждый подходит вот на минутку, на минутку, на минутку. И это прям, ну, действительно. Ну, это крест. Я абсолютно не против, я никому никогда не отказываю. Ну, вот, соответственно, если знаю, что такой вариант возможен, ну, наверное, может, даже не пойду при прочих раундах. А правду говорят, что врачи, то есть, вот, если у вас спросили, тут у меня, не знаю, там, голова болит, вы скажете, чем лечить голову? Ну, то есть, я там, не знаю, простудился одно. Ну, то есть, вот, как бы, в принципе, хороший врач знает многое обо всем. Ну, не все, конечно. Вот, ну, то есть... Опять же, знаете, у меня такое, ну, по идее, да. То есть, он должен хотя бы разбираться плюс-минус в чем-то, в общих принципах. Но у меня есть такое правило. Я каждый день, уже на много лет, каждый день читаю про одну болезнь. Не связано сейчас со своей специальностью. Там, чума, холера, алишманиоз и что угодно. Каждый день про другую болезнь. Причем из актуальных источников. То есть, один год, это 365. Ничего больше, дней или болезней? 365 дней в году. Значит, 10 лет, там, 3000 статьи я прочитал. Даже не важно, словно, где. Это занимает, там, 20-30 минут. Но, с другой стороны, объем знаний всегда на каком-то уровне поддерживается. Ну, понятно, что какой-то криминал, спасти жизнь, наверное, мы спасем. Ну, да. Какие-то тонкости, тонкости. Но, конечно, мы не знаем, но знать мы не должны. Потому что, знаете, как показывает практика, у нас в стране даже с ортопедией, травматологией, спортивной, 300 врачей и 300 мнений. Вы отстали в этой ситуации просто или ее не... Ну, как ее не может быть совсем? Был ЦИТО, там, не знаю, был куча врачей. Скажу так. Я прекрасно понимаю тех спортсменов, которые едут, апередут за границу. Я прекрасно их понимаю. И не понимаю обид наших хирургов, которые считают... А мы технологически отстали или методологически, скажем так? У нас не хватает оборудования, там, я не знаю, денег в больницах на... Деньги есть точно. Или знаний. Деньги есть точно, знаний, наверное, есть точно. Мне кажется, нам не хватает объема операций. У нас не хватает понимания специфики спорта. У нас практически нет реабилитации. И мне кажется, самое главное, нам не хватает интеграции с внешним миром. Мы до сих пор остаемся. Надо начать трезво. До сих пор остаемся за забором, и забор этот мы сами построили, и дверь, которая в заборе есть, там европейцы не закрывают. Мы ее закрыли, и рассказываем вам увеличить. То есть, когда пишут травмы нижней части тела, зачастую это происходит не от того, что мы хотим скрыть этот характер повреждения, а зачастую просто из-за того, что нет правильной коммуникации между теми, кто за забором, и теми, кто перед забором. Ну, обычно хоккеисты так пишут, это такое общее название, но я думаю, что это связано с какими-то технологиями с точки зрения страховой компании и так далее, мне так кажется. А, просто в этом дело. Да, а что касается, ну, коммуникации реально нет. И я это общаюсь с итальянскими, немецкими, испанскими, финскими коллегами. Поверьте, открытийшие люди, приезжайте, учитесь. Ни разу нет, никто не говорил. Я в свое время учился в методике инъекции богатой травмоцитной плазмы у профессора Биоски. Что ты сейчас сказал? Я в свое время учился инъекциям богатой травмоцитной плазмы, с помощью которой мы заговором, например, вылечили. Нет, про инъекции я понял, после плазмы понял. Да, богатой травмоцитной плазмы, да. Абсолютно зашеленный метод, великолепный метод. Начался у профессора Франциска Биоски в шахтере Донецком. Сейчас он главный врач Челси. Поверьте, мы приехали в Донецк, он с нами провел три дня, все показал, рассказал. Я из его вены брал кровь, когда учился. Никаких запретов не было. Сейчас в любое время можно связаться. Максимальная открытость доброжелательная. К сожалению, в нашей стране таких людей, ну, полтора человека. К сожалению, хотя с точки зрения масштабности, личности, знаний, авторитета в мировом масштабе, я думаю, что у нас таких людей пока нет. Как вы считаете, в этом смысле, опять же, потому что вы являетесь, я сейчас это даже нельзя назвать комплиментом, это констатация факта. Вы являетесь одним из очень-очень немногих представителей вашей профессии в спорте. Да, мы знаем великих врачей клубных, даже фамилии не буду называть, они всем хорошо известны, у которых брали интервью или берут интервью. Но, тем не менее, вы проводник профессии, этой профессии, просто общаясь с вами и встречаясь с вами уже не впервые. И на Матч ТВ мы тоже сталкивались, и вы приходили, и вы рассказывали. Это же то, чего в нашем спорте не было. И это вообще, вот вы сказали, недостаток коммуникации. Это для меня тоже очень больная тема, потому что у меня ощущение, что пресса и медиа существуют отдельно, а спорт существует отдельно. И вот вы один из тех людей, который связывает их напрямую. Вам не, извините за это, немножко же организм не прилетает от руководства, от сборной, от того, что вы слишком много рассказываете об этих вещах. А может быть, надо наоборот закрыться и говорить, ну, царапинка, неважно какой характер, там все вот. Нет, наоборот, наоборот, и Санкт-Петербург Черчесов, и Леонид Викторович Луцкий, и мистер Капелло всегда были за то, чтобы грамотная, адекватная информация своевременно выдавалась, чтобы не было никаких слухов, никаких консинуаций, никаких передергиваний фактов. Понятно, что то, что выдается в открытый мир, это сотые доли того, что мы можем выдать, но не выдаем, понятно, да. Хотя, может быть, выдавать, на самом деле, ну, просто нет смысла. Ну, конечно. Вы же понимаете, вы... Например, кто не поймет. Мы же не будем давать новость потом под каждым комментарием, как вот школьника из-за Сурийска, кто там тебя оскорбляет и пишет, что ты коновал, там, давать опровержение, правильно? Это нормальная ситуация. Нет, не прилетает, скажу больше, что руководство, например, Российского Союза только поощряет какие-то движения, интервью какие-то познавательные. Я скажу больше, здесь, наверное, больше проблем в том, что есть коллеги, которых это очень сильно раздражает. Почему? Ну, потому что, ну, знаете, я же не хожу по каналам, резюме не отправляю. Возьмите у меня интервью, да? В этом нет необходимости. Когда есть что-то рассказать, можно... Почему не рассказать? Когда нечего рассказывать, можно говорить, что там какая-то завеса тайны, секретные методики. Нет никаких секретных методик. Поверьте, ну, нет никаких. Есть четкая какая-то квалификация и способность к обучению. У нас некоторые врачи, я не говорю про футбольных врачей, в том числе, ну, застряли в веке так, ну, в 19-м, грубо говоря. И развиваться почему-то не хотят. Банки поставили? Да, ну, по-моему, по большому счету. Перевезли, травма случилась, отправили на МРТ, на МРТ заключение написали, сами снимки не смотрят, в заключении обычно пишут ужасы всякие, всегда пишут ужасы. Отправили в Германию, там сказали, да, надо оперировать, привозите. Привезли, сами никто ни с кем не едет, вернулись назад, реабилитация, на два раза подвинили, в Германию отправили, вся реабилитация прошла. Ну, если работать так, то, ну, для этого врачи не нужен. В некоторых клубах, кстати, знаете, говорят, зачем нам нужны врачи, нам нужен менеджер, это все организует. Не могу вас не спросить, кстати, по поводу вот этой самой реабилитации. В этом году просто какая-то, ну, даже с прошлого года начинает, просто какая-то катастрофа с крестообразными связками. Просто что такое происходит? Это просто стечение обстоятельств? Почему столько, особенно и защитников, особенно центральных, почему они прям вылетали просто как, не знаю, один за другим, просто как солдатики падали. Просто и Васин, и Джики. Мамана. Да, что? Почему? Откуда эта, расскажите, откуда эта травма вообще берется? Она получается только в столкновениях, потому что пошли же сразу тут же разговоры, что вот это неправильная функциональная подготовка, что тренеры не так подготовили, команду там перегрузили, не догрузили. Начинаются вот эти вот огульные обвинения всех подряд. Откуда характер травмы, откуда она взялась? Знаете, мы когда эти, ну, опять же, Российский Союз ведет постоянно мониторинг этой ситуации, и мы за 17-18 год на всю РПЛ имели 16. Таких травм. Это много. Потому что по статистике европейской, 10-11 годов, на каждой из ведущих лиг таких травм в среднем 5-6 на сезон. У нас было 15. Ну, большой удельный вес был за счет одной московской команды, мы ее знаем, да, там было 5 крестов, к сожалению. Да, да. Ну, даже если там было бы не 5, там, а 2, в целом, 12-12 тоже много. Ну, вот что, вот эти 5 крестов, это тенденция? Или это стечение обстоятельств? Ну, опять же, у нас статистика по ФНЛ, по второй посередине лиги, там на 20 команд было тех же 15 крестов. То есть крестов там было меньше. Хотя поля хуже, вперед и дальше, так далее. Мне кажется, ну, я могу сказать крамольную, может, мысль, что здесь все же два фактора. Это, ну, это же ваше мнение, почему она крамольная, да. Ну, не все могут с этим согласиться, но в среде врачебной, среде врачебной, у нас есть чат футбольных врачей, РПЛ, там плюс-минус единодушие есть. Это все же, ну, отсутствие контроля переносимости и чрезмерной нагрузки. Это все же идет от усталости, которой нельзя пощупать усталости, но она уже, ее можно измерить, но она никогда, человек, сжался на усталость. В какой момент человек получает просто это неудачное? 70% травм, которые бы случились, они бесконтактны, то есть на ровном месте. То есть просто нога неправильно поставлена, до неправильного движения. Выпрыгнул, приземлился, да выпрыгнул, приземлился, чаще всего держит, крест выдерживает. Вот в этих ситуациях не случилось, 70% травм бесконтактны. Я прям могу с цифрами на руках это все объяснить, кому надо, если захотят. Но нам кажется, что это перегрузка с точки зрения все же, не то, что, знаете, много там со штанга, не штанга, это все лирика. То есть можно со штангой много быть и не быть перегрузкой, можно мало со штангой быть и быть перегрузкой. Но это все же, мне кажется, работа тандема, тренировки подготовки, врач команды. Например, в сборной России идет постоянно скрипулезная работа по этому поводу. Кстати, не зря в свое время в этом интервью Станислав Славович сказал, что для меня мышечная травма футболиста как пощечина. Все верно, почему бы, потому что мышечные травмы – это признак плохой переносимости террористической процесса. А это может быть просто банальное разгильдяйство, неразмятость, недо... Это как вариант. Ну, в сборной подразумевается, что такого быть не может. Ну да. Как можно не разогреться. В клубах, может быть, в каких-то послабее. Но я вот считаю, что так это все же недоработка тренера по физкототовке и в тандеме с врачом, мне кажется. Ну да, нет, понятно, что однозначно здесь сказать нельзя. Каждый раз это происходит по-разному. Ну, то есть в каждой ситуации это происходит по-разному. Восстановление, процесс восстановления после такой травмы, он стал меньше, больше он... То есть вот тот же Рома Зобнин, он же не просто восстановился. Он еще и показал фантастический футбол, например, на чемпионате мира. Хороший вопрос. Почему? Потому что мало вернуться играть в футбол. Надо вернуться играть на прежнем уровне. Еще и как-то все же сразу говорят, что люди начинают потом бояться этой травмы, уходить там от разных... Вопрос психологический, конечно, есть, если вы на первых порах. Нельзя не бояться. Это тяжелая операция, это тяжелая реабилитация, это боль, это слезы, это 3-4 часа пахоты каждый день. Это надо понимать. Закачивать надо, да, связи? Закачивать, физиотерапия. Это всегда процесс прямилейный вверх, который идет лучше, 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 лучше. Это, знаете, всегда так волнистый процесс, с какими-то осложнениями и так далее может происходить. Опять же, те случаи, которые говорят, что за 4 месяца, 5 месяцев, наши данные по РПЛ, это 5-7 месяцев до возвращения в общую группу. Ничего себе. Это, значит, ну, немного классика жанра. Единственный человек, который я знаю, вернулся за 3 месяца, это баскетболист, капитан сборной России Антон Панкрашов, который, играя в Униксе, порвался крест, оперировался в Италии. Ровно через 3 месяца, 15 дней после получения травмы он сыграл в матче чемпионата Европы по баскетболу. Сыграл. Через год-полтора он порвал крест на второй ноге и ровно через 3 месяца после операции сыграл матчи всех звезд Лиги ВТБ. Прошло уже 2 года после обеих операций, никаких проблем у него нет, играет на высоком уровне за Уникс. А предрасположенность к этой травме может быть? Потому что я очень хорошо знаю и близко, очень знакомый, очень хорошо, как бы, у нас связывают такие близкие, ну, почти дружеские отношения с Павлом Буре, человек, у которого было 7 операций на крестообразных связках, да, на обоих коленях. Он не знал, кстати, да. Вот, у него просто, ну, это такая вообще доступная информация, она всем хорошо известна. Это может быть просто предрасположенностью организма или просто человек, поскольку он играет в таком амплуа, например, он вынужден, у него там стартовая скорость очень высокая, соответственно, там большая нагрузка на колени. То есть это может быть как-то связано. Какой-то зависимости с амплуа нет, потому что вратари, защитники, полузащитники, нападающие, даже в Россию сейчас можно представить, все амплуа были повреждены, повреждались, но есть, например, женщины травмируются в несколько раз чаще. Угол, соотношение кости другой, гормональный фон другой, тоже важный момент, да. То есть какие-то факты предосполагающие есть, но если они есть, и врач об этом знает, тренер об этом знает, футболист об этом знает, то это не значит, что ему нельзя играть в футбол, он будет в него играть. Часто бывает, что никаких факторов нет, человек этот крест повреждает. Но травма трагическая. Почему? Потому что, по данным европейским, через 4-5 лет только 40-50% продолжают играть на том же высоком уровне. Особенно в юношеском возрасте, я считаю, что травма кристалла уже до 18 лет. Надо ребенка, человека вылечить, восстановить и отчислить из академии, потому что на высоком уровне он уже точно не заиграет. А просто в силу того, что велик риск рецидива? Риск рецидива, переносимость нагрузок. То есть играть на более слабом уровне, там, вторая лига, там, может быть, нижняя половина ФНЛ, да, вопросов нет. Но там всегда накапливаются большие изменения. Два вопроса в одном, и так уже потихонечку приближаемся к завершению программы. Что касается, если сравнить, например, то, что происходит сейчас в мировом футболе, и то, что было, скажем, 10-15-20 лет назад. Насколько я понимаю, ведь нагрузки очень сильно выросли. Они выросли кратно. То есть вот сейчас даже смотришь не только на темп игры, но, в принципе, на количество сыгранных матчей, там, на многое другое. Очень часто нам говорят о том, что, ну, вот, смотрите, вот, например, в Англии играют же они там каждые три дня, и ничего, там живо-здорово, а вот наши футболисты там говорят, мы устали, там, сыграв, там, называется, один матч в неделю. Где здесь, во-первых, золотая середина, а в таком, насколько много правды, вот, объективно? Ну, я думаю, здесь надо сразу смотреть в детский футбол, в отбор, в отбор. Опять туда. Да, отбор, почему? Потому что изначально в той же Англии, я запомнил ситуацию, я близко общаюсь с Алексеем Панфером, который в свое время был владельцем клуба Бормут, и он сказал, как отбор, когда ты в школах. Отбор изначально проводится по-другому. Это не очень процесс изначально другой, то есть он гораздо более интенсивный, изначально. То есть людей готовят к таким нагрузкам. Опять же, да, то есть кто не выдерживает, они просто на раннем этапе уходят. А у нас же получается, что у нас ведущие ребята могут играть по 60-70 игр за сезон, а потом сходят к 16-17 за траму или просто банально на футбол они же смотреть не могут. А все это там средние ребята за редким исключением. Поэтому я думаю, что все же надо копать, начиная с детского футбола. Плюс вы правы абсолютно, что футбол сейчас действительно совсем другой. То есть если посмотреть по работе высококонтенсивной, еще 10 лет назад тысячу метров за игру считалось прям фантастическим результатом. Командная игра. Сейчас 2000 дают лучшей команды мира по 2000. Сборная Россия начальника футбола давала 1800-2000 метров спринтов за игру. Ну мы же говорили, там отбегало больше всех. Это на самом высоком уровне, то есть мы никому вообще в мире не уступили, не только в объеме общем, но и в этих спринтах. В чемпионате России это цифры там 1000-1200, дай бог, за игру. То есть сборная дает в два раза больше. Ведущие лиги мира дают в два раза больше. Изначально люди подбираются именно под такую манеру игры. Хотя опять же и французские данные, английские данные, две игры в неделю и одна игра в неделю. Режим травматизм мышечный в пять раз выше, когда играют два раза в неделю. То есть там травм четко больше будет, когда два раза в неделю играет. То есть это иллюзия считать, что просто там, скажем, английские клубы, они играют больше, у них интенсивность выше, они все выносливы, они могут, а мы, мол, не можем. Они травмируются чаще. Опять же, любая команда, которая будет играть два раза в неделю, в течение сезона, травм мышечных будет больше. Считается, что за сезон мы ожидаем 17-18 мышечных травм, из них 5-7 травм занят в свои бедра. Если играют два раза в неделю, тогда ну и факт. Если играют два раза в неделю и даже чаще, на некоторые моменты, да, то травм в пять раз выше мышечных бывает. Это факт, просто это в глаза не бросаться, у них ротация, больше мы умеешь за этим следим. Поэтому здесь, я бы не стал говорить, что наши ребят... Просто мы изначально заточены под 40-50 игр в сезон. Будут игры больше, поверьте, что все адаптируются и будут играть больше. Но здесь еще вопрос, конечно, технологии восстановления, технологии тренировочного процесса. Потому что ведущая команда наша уже сейчас готова играть 50 игр в сезон. Последний на сегодня вопрос, хотя у меня их еще столько в голове, но сегодня уже просто не успею вас спросить. Что дальше? Какие планы? У Эдуарда Безуглова. Я где-то читал в каком-то интервью, вы сказали, если я там 70 лет буду футбольным врачом сборной, я расстроюсь. 65 лет. Ну, 65, не в 50, не в 45, не в 45 я там врачом сборной не буду. Продолжаем работать с Анастасом Черчесовым. Выразил нам доверие в Медштабу. Все месяцы продолжаем работать. Так что два года точно сборной. Ну, хотелось бы, конечно, что-то сделать. Своё? Полезно. Нет, конечно, своё уже есть. Клиника своя есть. Преподавание на кафедре есть. Хотелось бы помочь, помогать как-то на людям. Но, как я сейчас смотрю в ситуацию, кого куда назначают, кто как двигается, я понимаю, что здесь логики никакой нет. И люди, которые хотят что-то сделать, я думаю, и могут что-то сделать, но они сильно нужны в наше время. Поэтому работаем. Как вы меня сейчас прямо вот. Это то, что меня беспокоит последние несколько лет. Люди, которые могут что-то сделать, к сожалению, очень многим не нужны. Но это правда. Ничего, прольвемся. Согласен полностью. Обязательно прольвемся. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Так как хочется сказать, дай бог здоровья не только всем, тем, кого вы лечите, но и вам тоже. Потому что помимо того, что вы лечите людей, вы ещё и рассказываете об этом. Это крайне важно. Надеюсь, вас увидят здесь когда-нибудь ещё, через какое-то время снова. Всегда рад буду прийти. Эдуард Безугл, главный врач сборной России по футболу. Человек, которому мы многим обязаны с точки зрения успеха нашей команды. И, надеюсь, будем обязаны в дальнейшем, потому что победа на чемпионате Европы. Теперь вполне себе осязаемая цель. С вами был Александр Кузьмак. Встретимся с вами завтра в рамках программы На Спорт 24. Всего вам доброго и хорошего вам удачного здорового дня.